Дорогие друзья, мы продолжаем разбирать перевод темы Impossible to Passive. Итак, следующая часть. Step 2. Шаг 2. I want you to envision your perfect ideal day. Я хочу, чтобы вы вообразили, представили себе свой идеальный совершенный день. So you have all these dreams. Итак, у вас есть все эти мечты. But now I want you to... Теперь я хочу, чтобы вы... We are going to get really practical. Теперь мы будем по-настоящему практичными, то есть будем на практике разбирать, что делать. And I want you to imagine... Здесь опечатка, я думаю. Я хочу, чтобы вы представили... What would my perfect ideal life be? Какой бы была моя совершенно идеальная жизнь? Would... Здесь это слагательное наклонение. Какой бы была... То есть вот эта частичка быть. And you are going to look at it the perfect day. И вы будете смотреть на это, как на один из своих идеальных совершенных дней. Ну вот, например. You'd wake up. Вы проснулись бы. Вы просыпаетесь. Where would you be? Где бы вы были? Где бы вы находились? What kind of house would you be in? Какого рода помещение, доме, здание вы были бы? What would it look like? Как бы он выглядел? Who would be there with you? Кто бы был с вами? And what would you do next? Что бы вы сделали дальше? Would you go off to a certain job? Пошли бы вы на работу? What kind of job would it be? Какая бы работа, какого рода работа была бы эта? Would you drive a car? Поехали бы вы на машине, водили бы вы машину. What kind of car? Какого рода, какой марки машина была бы у вас? Would you walk? Или вы пошли бы пешком? Where would you be walking? Куда бы вы пошли пешком? What city would you be living in? В каком городе вы бы жили? What kind of environment would you be living in? Или в каком окружении, в каком месте вы бы жили? Or you are working with your own business? Или вы бы занимались своим собственным бизнесом? What would that be like? Что это за бизнес-бизнес? What kind of business would it be? Would you just be independently wealthy from investments? Возможно, вы просто были бы независимым, богатым человеком от своих инвестиций, от своих вложений. What kind of clothes would you be wearing? Какую бы одежду вы носили? И здесь у нас везде идет would, то есть сослагательное наклонение в будущем времени бы, было бы, носили бы, чтобы вы делали бы в будущем времени. И часто он здесь использует продолженное время, то есть глагол to be, плюс смысловой глагол с инговым, покончаем, living, wearing, be wearing и так далее. Переходим к следующему абзацу. And I want you to just go through the whole day. Я хочу, чтобы вы просто как бы просмотрели, прошли через этот целый день. And describe out your exact perfect day. И просто описали бы ваш идеальный день точно, детали. Exact. Maybe you'd work a while. Может быть, вы пошли бы поработали какое-то время. And maybe you'd go surfing. А может быть, отправились бы заниматься сёрфингом. Я не знаю, что бы вы делали. But think about it yourself. Вы подумайте об этом сами. What would you just love to do? Что бы вы хотели делать? Like, this is kind of my normal day. Ну, как будто бы это ваш, мой обычный день. This would be perfect. И это было бы замечательно. This is the ideal perfect life for me. Это вот такая вот для меня идеальная, абсолютно совершенная жизнь. Again, think big. Думайте глобально. If you want to live in a huge mansion. Если вы хотите жить в огромном особняке и водить Ferrari. Замечательно. Write it down. Запишите. It doesn't matter. Не имеет значения. Не важно. It's your dream. Это ваша мечта. So write it down. And be specific. Запишите её. И будьте точными. Будьте конкретными. И последняя. And finally, part three. After you've done all this. После того, как вы сделали всё это. I want you to review it. Я хочу, чтобы вы просмотрели это ещё раз. Review that list of dreams. Old and new. Просмотрели тот список из мечтаний. Старых и новых. Review that ideal day you described. Тот идеальный день, который вы описали. And I want you to pick one of those. Я хочу, чтобы вы выбрали один из тех. That's quite challenging. Которые, вернее, тут не из тех, а из тех мечтаний, имеется в виду. Которые довольно-таки сложные, трудные. That seems almost impossible. Которые кажутся почти невозможными. And I want you to decide. Я хочу, чтобы вы решили that you are going to do it. Что вы сделаете это. Осуществите это. And I want you to decide when you are going to do it. Choose a date. Я хочу, чтобы вы решили, когда вы сделаете это. Выберите дату. Choose a date. So let's say, ну скажем. I don't know what it is. Я не знаю, что это. Let's say you are going to start your own business. Скажем, вы собираетесь начать ваш собственный бизнес. That's a big one. Это такая большая мечта. That's one I can relate to. Это мечта, которая и ко мне относится тоже. Because it was one of my big dreams. Потому что это была одна из моих больших мечтаний. Дальше. So you are going to start your own business. Итак, вы собираетесь начать ваш собственный бизнес. It's easy. I know from my own life. Это легко. Я знаю из своей собственной жизни. From my own life. But it's easy to just kind of dream about it forever. Это легко просто, типа, kind of, типа, мечтать, dream about it. Все время, постоянно. One day I'll start my own business. В один, когда-нибудь, однажды, я начну свой собственный бизнес. It never seemed to come. И кажется, что это на самом деле никогда не настанет. So you are going to choose it. Поэтому вам нужно выбрать это. This is the thing. Вот эту самую выбрать. This is my big challenge. My impossible thing. Вот это для меня такая большая задача. То, что для меня кажется невозможным. And then, и потом, You are going to choose a date. Вам нужно выбрать дату. When you are going to do it. Когда вы сделаете это. At least when you are going to start it. По крайней мере, Когда вы начнете это. Choose a specific date. Выберите конкретную дату. Итак, мы разобрали еще одну часть. Прослушайте и просмотрите еще раз внимательно. Потом постарайтесь пересказать себе. Продолжение в следующем видео. Успехов вам. Оставайтесь с нами. Продолжение в 3 части. Продолжение следует...